Так, заметка про картерич. Сейчас усядусь. Поудобнее. В общем, это седал производителя. Водопроводный картеричный смеситель. Какого он? 19-го года. Ну, 3 года он точно проработал. И последнее время стал довольно туго открываться. Хотя вот от руки я сейчас его снял. Вроде бы шевелится. Скрепить он не скрипит, но открывается туго. Есть такое вот какое-то запирание. Ну, может быть, причина была перетянутой гайки верхней. Сильно он сжатый был. Хотя вот тут такого, скажем, свободного хода дополнительного нет. И перетянуть тут довольно-таки сложно. К тому же, ну, во-первых, надо иметь сюда запасной картридж. В случае, если основной выходит из строя, чтобы не бежать в магазин, а заменить его. А с другой стороны, они ходят по 10 лет и больше, может быть. Ну, если вода чистая, более-менее. И перед тем, как вытащить этот со смесителя, я старый картридж разобрал. Разобрал. Ну, он тоже так примерно разбирается. И заглянул, что там за смазка. Там смазка белая такая, вязкая-вязкая, тугая, светлая. Но она, как бы, еще родная. И скользит в нем очень хорошо. Там мягкий ход, он лет пять проработал. И дальше я его поставил, будет работать дальше. А этот, несмотря на то, что его посоветовали. Он дороже гораздо был. Ну, как бы, посоветовали из более дорогих, качественных. Вот он после трех лет начал туго ходить. Быстрый ремонт, как бы, снял ручку. И попробовал бы побрызгать туда силиконом. Ну, тщательно. Силиконовый спрей. Ну, это не помогло. Даже стало хуже. Почувствовалось еще ту же ход. Ход, почему-то. То есть, силикон, как смазка силиконовая, может, консистенция не таяли. Сам он, вроде бы, скользкий на ощущение. Но, вот в этом случае, ну, такое простое решение не помогло. Это я вспоминаю из особенностей. Ну, а вот в свободном ходе сейчас он, вроде бы, так от руки ходит. Ну, туговато, конечно, но, в принципе, это. Но есть тут вот легкое запирание. Сам рычаг небольшой, открывание. И пока вот я гадаю, что же оно еще может быть. Ну, и сейчас придется его, наверное, разобрать. Особенности конструкции у всех разные. Сколько вот картриджей. В том, который стоит, там цельная прокладка, резиновое кольцо. В пазах, ну, в самой нижней части интегрировано так вот. Оно съемное, сменное видно. И прилегание в патроне, там, в основном, за счет этих колец с двух сторон обеспечивается. Здесь я смотрю, иная система. Здесь вот сами вот эти резинки, они цельные. Они тут по краям мягенькие слегка. И момент прижима здесь тоже есть. Видно, он в торец каких-то там 0,4 миллиметра, может быть, меньше. То есть момент прижима и... Ну, резинка мягкая, не дубовая. Как бы тут другая конструкция. И, ага, и есть же, вот интересный технический вазелин. Не знаю, тут видно будет его описание. И там температурные режимы. И, в принципе, я его часто пользую, когда какие-то краны, водопроводные прокладки. Он светленький, такой, в меру, ну, скользкий. И густота такая средняя. Не так, как было на картридже, который я разобрал. Но примерно подходит. К тому же, это в магазине сантехники, в принципе, в хозяйстве вещь. Когда прокладки или резьба смазываешь, потом легко откручивается. Так, а этот, сейчас попробую разобрать. Тут, в этом, я смотрю, в том картридже метки есть. Одна выше, другая ниже была. И ошибиться трудно было, как он. Тут придется запомнить, наверное. Ага, значит, там где уход, две воды. Туда режим работы. Выход на кран один. Но все равно, какие-то метки надо ставить. Потому что, бывает, что... Соберешь, а потом он не туда работает. Вот эти защелочки, стоя в том, открылись легче. Ну, не то, что легче, а легко открылись. В этом, я не знаю. Сейчас не сломаю. Ковырять вот здесь можно... Тут нету места для отвертки повредить. Логически, так нажимаем. О, точно. То есть, принцип в чем? Его надо вдавить туда. Чтоб вот эта грань сместилась. Сотвертка нажимаем. И получается так вот как-то... Как бы подпружиненный. Тут хорошо отщелкнулся. В обратную сторону, наверное, придется. Ну, тут есть маска тоже. Блин, попробуй запомнить. Здесь никакой. Надо эту отметку ставить, получается. Так он чистый. Смазка вот здесь такая же вазериновая присутствует. Вытаскивается, да. Вполне себе. Достаточно смазки заводской. Она почти такая же вот как... Не вижу даже смысла что-то тут делать. Но в каких-то моментах, видать, запирает. Или по краям тут... Или по краям и тут... Недостаточно. Недостаточно сейчас мы ее... Релокацию сделаем. То есть родная смазка самая лучшая. И если... Ну, нет каких-то ржавых моментов. Да, чувствуется... Да, чувствуется вот этот момент трения как по-основному, так вот в этих салазках... Такой... Такой... Неумеренный. Мягкий. Ну, довольно тугой от природы. То есть конструктивно. То есть конструктивно. Допустим... А это сама... Часть... А вот тут это вот, видать. Да, вот здесь смазка вся. Это фарфоровые части. Вот здесь вот есть ниши для хранения смазки. Вот здесь она вытерлась. И просто нужно сюда ее добавить. Эта часть вроде бы тяжелая, фарфоровая. Разбирается, похоже, нет. Ну, так как она чистая и... Не знаю, этого использовать или родную перенести сюда. Ну, тут тупо прокладки и все. Здесь как бы особо ловить нечего. Вот шлифован хорошо. Как называется, фарфор. Поэтому сам механизм трения он вечный. Можно сказать. Единственное, вот эта большая дырка. Две маленьких, чтобы туда и туда ее гонять. Собрать не ошибиться. Значит... Ну, вязкость чувствуется по сравнению с вот этой. Ну, примерно где-то такая же. Лишняя она водой вытеснит. Запоставлю. Запоставлю. Много в какой-то. Ну, у нас есть бабка. Вот так. потому что литвол или подобные смазки я смотрел не особо заходят со временем да есть какая-то получается вот так все можно собирать эти метки салпали эти метки салпали но мягче стало но теперь надо временем проверять меняется он быстро ну видно открывается один клапан забор воды с одного горячего источника с холодного источника подвода и потом направляется в основное на кран основной ну вот в этом картридже я заметил заборные отверстия такие узенькие меньше то есть когда открываешь напор крана с этим картриджем то напор воды основной в два раза меньше чем тот что я поставил там вот эти заборные внутренние технологические скажем ниш отверстия они в два раза больше и такой напоряк уверенный лупит так что картриджи отличаются вот можно глянуть снизу если дадут магазине посмотреть новый хотя вот он двигается там видно как он перемещается и вода естественно под напором в эту область частично может попадать и вымывать эту смазку ну естественно при установке вот эти резиновые прокладочки тоже желательно смазывать они первых влаготалкивающие все вот этими частями вверх становится тихо мягко сейчас вроде без запора вымылась смазка между фарфоровыми накладками перепускными принципе и все а так вроде неплохое тоже изделие этот запасной когда в следующий раз если с тем что то случится то магазин ехать ну лучше брать с собой родной потому что смесители разные они есть выше есть шире там разные и под свой размер надо точно знать какой картридж покупать вот буду знать что тут такая конструкция чуть-чуть иная и не зажимать кольцо это ну то есть чувствовать главное чтоб прокладки прижались и не пропускала вода то есть она видно подтянул кольцо воду запустилась и не капает то это вода с задача собираются так ну вроде все это я же изучаю по ходу дела смазка белая удачная благодарю так 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 Продолжение следует...